Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, как мы и анонсировали, руководитель пиар-агентства Голин Рига Лайма Зэмела с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Мы говорим о неделе ответственного бизнеса, о том, какие привычки покупателей, какие уловки торговцев для того, чтобы нас заманить, нам что-то предложить. Втюхать. Втюхать. Будем называть вещи своими именами. Вот я не хотел покупать, а купил. Вот все вот эти шоколадки, все вот эти мелочи, которые на подходе к кассе в торговых центрах, это же спонтанные покупки. На них делают, знаете, какая касса коллега. Купи три куртки по цене четырех и получи куртку бесплатно. Ну, условно. Да. Лайма, значит, давайте разберемся, начнем с того, какие вообще… Я так понимаю, недавно было проведено исследование. Какие выводы сделаны? Что движет нами латвийцами как покупателями? Какие главные привычки? Не меняется. Главные критерии по том, как мы выбираем всякие вещи, это является цена. Поэтому мы чувствуем, что наше общество все еще очень чувствительное на разные вещи. И цена самая главная, потому что мы живем в таком очень интересном времени сейчас. И ситуация геополитическая, и тоже инфляция. И мы видим, что жителям Латвии очень ярко испособствует тот факт, который при выборе товаров и услуг, главным критерием по-прежнему является цена. Но мы то, что видим еще, что тоже как следует… Это примерно 91% жителей Латвии так говорит. Ну, как следующее, очень нужная вещь, что они смотрят, это является качеством. И они обрешают на это внимание. Поэтому надо очень всем, кто думает, даже разные бренды, они не могут только думать о цене. Они должны тоже влекать внимание на то, как они делают эти товары и услуги. Потому что мы видим, что особенно молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет обращают на это очень большое внимание. И это даже для них самое главное критерие. Поэтому надо смотреть тоже чуть дальше этих фактов цены. Но так дальше мы очень хотели посмотреть, как влияет на выбор жителей репутация бренда, страна, где происходят конкретные продукты. И если на это они обращают внимание, мы видим, что четвертая часть латвийцев тоже влекает внимание на это. И это значит, что надо всю информацию показать и рассказать потенциальным покупателям, как они производят конкретный продукт, что в него входит. И поэтому мы смотрим, чтобы бренды тоже это думали и смотрели. Вы говорите, что главное для 91% латвийских покупателей – это все-таки цена. Это объясняется в первую очередь нашей бедностью, покупательской способностью, точнее неспособностью или какими-то привычками. Просто выгодно. Смотря исторически, это главная критерия уже много лет. И это у нас еще как у покупателей нет такого лояльности к брендам большим. Поэтому мы смотрим то, что выгоднее нам. Потому что в магазин ты заходишь, если покупаешь молоко, и там три одинаковых производителей, кто производит молоко, нам все равно, или это один бренд, второй бренд, или третий бренд. Мы покупаем молоко. Если это специфические уже какие-нибудь продукты, тогда мы уже смотрим, кто производит, какой бренд мы покупаем. Ну хорошо, давайте остановимся. Ответы самые чаще – цена, потому что это, думая про товары, которые ежедневные более. То есть остановимся, если мы у полки той же самой с молоком, там три стоят пачки, нет никакой разницы, ни страна производства, то есть выбери там родной латвийский товар, или яркость упаковки тоже ни малейшего значения не имеет, меньшая цена. Скорее всего, будет продана пачка по самой низкой стоимости. Скорее всего. Ну то, что мы видим, что качество, которое второе самое важное критерий, он очень близко. Это 91% и 79%. То, что мы видим тоже, что разницы между мужчинами и женщинами тоже нет никакой. И тоже нет разницы между разных возрастов. Есть разница, если мы говорим про репутацию конкретного бренда, или страны, в которой производится бренд, когда мы видим такие чуть-чуть большие разности, потому что молодые люди, им очень важно, чтобы была хорошая репутация у бренда, в которой они покупают продукты. А вот люди, которые чуть постарше, даже 50-60 лет примерно, им очень важно, откуда происходит продукт. А вот какие страны? Есть какие-то предпочтения? Что имеет значение страна? Что это такое? Есть ли какие-то страны, которые предпочтительнее или менее предпочтительны? Ну, вот в конкретном исследовании мы не смотрели на конкретные страны, но мы знаем, что сейчас это очень актуально, когда мы говорим про страны, которые влекли себя в войну. Ну, то есть репутационные, да? Репутация, да. Репутация, это идет об этом смотреть. Но конкретные страны мы не смотрели в этом исследовании. Нет, просто то, что может быть действительно, то, что вот Александр упомянул, то, что это латвийский товар или это товар, может быть, там из Азии. Раньше говорили, ну, китайский, это как бы ширпотреб, а вот если это европейское, то это значит европейское качество. Сейчас это изменилось, например. Ну, вот многие считают, что уже в Китае производят достаточно качественные. Ну, то есть вот интересно было. Может быть, это тема для следователей? Здесь в следующем исследовании мы можем посмотреть. Сейчас мы посмотрели про главные критерии, как выбирают. Но мы тоже посмотрели на такой вопрос, где они ищут информацию про конкретные товары. Да, это интересно. И вот если мы смотрим на этот вопрос, тогда что мы можем сказать, что более половины опращенных ответили, примерно 53%, что они смотрят информацию в интернете. Это значит, что мы, когда продаем продукты, мы должны тоже про них написать всю информацию на интернетных ресурсах. И мы видим, что... Или как второй фактор, это от друзей и знакомых. Мы им доверяем очень, когда выбираем продукты. И потом уже только как третий на месте. Это мы смотрим информацию, рекламу в масс-медиах, телевидение, радио, пресса. И вот. И то, что мы видим там, что есть чуть-чуть разница между женщинами и мужчинами, что мужчины выбирают более искать информацию в интернете, а женщины более доверяют своим знакомым и друзьям. Интересно. Ну, это то, что в современном маркетинге стали называть нулевым уровнем выбора товара, именно репутациями. Первым делом даже стоя у полки лезут в интернет, если не хватает информации о товаре. Но речь идёт о неделе ответственного бизнеса. Если говорить как раз об уловках, какие наиболее частые вещи, с которыми мы сталкиваемся в повседневности и порой даже не замечаем, как они на нас влияют. И торговцы с лёгкой хитростью заставляют нас приобрести. Эти знаменитые 9,99 вместо 10 евро. Какие ещё самые популярные? Конечно, самые популярные трики есть разные. На что мы обращаем внимание, как института, нам очень важно, чтобы организации проявляли информацию открыто про разные товары и не прятали её. Потому что, если мы смотрим на третий вопрос, который очень интересно коррелирует со вторым вопросом, это что у вас бы влияло, чтобы сказать «нет» какому-нибудь продукту. И там мы смотрели, что отрицательные отзывы от родственников и друзей, тоже знакомых. И это очень много влияло бы на них, чтобы они приняли такое решение. И тоже самый второй популярный ответ был, что если есть несоответственность с моими ценностями в продукте, и это значит, что мы должны, когда бренд коммуницирует, он должен показать и цену, и качество, и ценности бренда, рассказывать, и дальше они должны быть очень качественно рассказаны. Например, на то, что мы обращаем внимание, очень много мы видим разные продукты, которые эко-продукты, самые зелёные продукты, которые мы продаём, очень зелёная упаковка, разные трики маркетинга, которые сейчас очень часто пользуются разными брендами. И очень важно, чтобы оно было открыто, и мы могли бы верить этой информации, чтобы оно не было только триком, чтобы забрать наше внимание, и мы купили этот продукт. Потому что, если сейчас на это ещё не обращают внимание такое большое, как надо было бы покупателям, мы видим, что новое поколение, им очень важно это. И те, которые сейчас учатся, студенты, они, когда начнут жить самостоятельную жизнь, они будут главные покупатели, им эти аспекты устойчивости, будут очень важны, когда они будут принимать свои решения. Поэтому мы видим, что очень важно про это думать сейчас и решать, как мы будем производить свои продукты, свои, и поэтому надо думать, как мы пользуемся их тоже в маркетинге. Или это цена, на которой мы работаем, или эти разные трики, как мы продаём свои товары. Потому что, если бренды будут влечены в разные публические скандалы, это будет мотивация принимать негативные решения от покупателей. Лайма. Касаемо всех этих вот ценностей, как критерия выбора товара или услуг, это довольно эмоциональные вещи, и о них хорошо и удобно говорить, когда всё хорошо и всё спокойно. Есть ли какие-то прогнозы, как могут эти ценности у латвийских именно потребителей измениться в связи с просто бешеным ростом цен на всё и вся? Когда действительно у людей не будет денег, они могут наплевать на экологичную упаковку и выбрать просто самый дешёвый продукт, потому что у них нет денег на более дорогое. Конечно, мы видим, что эти тенденции из года в год продолжаются, что цены самые важные критерии, когда выбираем продукты и услуги разные, и в виде той инфляции, которая сейчас происходит в Латвии, конечно, будет выбор доминировать ещё больше этот фактор, то, что нам надо внять всем организациям, которые производят разные товары и услуги, что время меня... мы не знаем, как долго будет этот период, и время меняется, и будет тоже, если мы сейчас выходим в рецессию экономики, то когда-то будет экономика опять расти, и тогда уже опять будет решение делано на другие критерии, и мы видим, что качество растёт, что нужно про это думать, что нельзя идти с одного стороны в другую, что если мы делаем продукт, то мы надо думать, как его сделать дешёво, но мы должны тоже думать, что этот продукт должен быть качественным и соответствовать своей цене, и они должны быть в руку в руку идти. А часто ли... Да, вот мы сталкиваемся с такими, например, хитростями продавцов, когда они просто, например, делают меньше упаковку, то есть, вот меньше кладут продукта, и кажется, что этот продукт стоит дешевле, но на самом деле нужно сосчитать, что, ну, если пересчитать, мы понимаем, что здесь нет... Да, да, творожных сырочков уменьшился их вес на несколько граммов, между прочим, за последний, ну, год, например, точно. Ты этого не замечаешь, если не смотришь на цифры, но на самом деле так есть. Было условно 50 граммов, сейчас 45, ну, плюс-минус, я не говорю точные цифры. И это именно поэтому мы производим эту компанию, чтобы мотивировать жителей Латвии смотреть на то, что они покупают, или смотреть на упаковку, что там написано, что входит в продукт, смотреть на цену, как они, как ее показывают, потому что законы тоже регулируют, что мы должны показывать цену за килограмм на ценах смотреть, чтобы мы могли смотреть дешево, не дешево, и сравнять на одинаковых мерах эти цены тоже. Или этот сырок стоил раньше, не знаю, 30 центов, сейчас и там было 50 граммов, или он сейчас стоит 30 центов, и там 45 граммов. Но другой производитель не делает это одновременно, и мы видим третий сырок, где все еще 30 граммов, и он стоит 47 центов. И тогда мы можем выбирать, если цена нам главный критерий. Если наш главный критерий, как мы выбираем это качество, и мы знаем, что нам нравится карамельный сырок, или шоколадный сырок, мы тогда покупаем своим эмоциями, своими выборами качества, что нам надо обязательно покупать сырок, который с шоколадным вкусом, а не цена. Если нам важно, чтобы этот сырок был в упаковке, которую можно переработать, например, тогда мы смотрим на то, есть ли отметки на упаковке, что ее можно переработать, что производитель заплатил за то, что будет она переработана, например, как эта система депозита сейчас происходит, когда мы говорим про бутылки PET, это тоже очень важно. И мы видим, что эти отметки, про них думают, про них смотрят, мы видим, что тоже есть часть общества, которые смотрят на эти отметки. И сейчас уже оно потихоньку растет, и мы хотим, чтобы мы умели правильно читать эти отметки на упаковках, думать и принимать свои решения со многим знанием об этом. Сигнал. Сигнал заканчивается, да. Прямо действительно очень вовремя. В самом деле время выходит, эфирное. Огромное спасибо. Мы благодарим руководителей пиар-агентства Голин, Рига, Лайму, Зэмолы за беседу. Мы говорили о неделе ответственной, ответственного бизнеса, в том числе о привычках покупателей и о ловках торговцев. Огромное спасибо, Лайму. Хорошего вам дня и всего доброго. У нас, конечно же, с Олегом пауза в эфире, а потом мы продолжим, продолжим, продолжим нести разумное, доброе и, по возможности, вечное.